Добрый день, я Алекс, известный вам как интернет-раде, приехал в компанию, в роботскую компанию Афорекс в Москва-Сити, в ее офис, чтобы узнать о ноу-хауах, о новых продуктах, которые компания сделала для нас, для именно диванных инвесторов. Так, представляете, я Алекс, интернет-раде. Александр Накумянц, руководитель партнерской программы компании Афорекс. Здравствуйте, дорогие друзья, Жуковский Константин, представляю его отдел по работе с клиентами компании Афорекс. Здравствуйте, дорогие друзья, Артем Геев, руководитель аналитического департамента и по совместительству еще человек, который имеет непосредственное отношение к продуктам, которые, в том числе, будут проводить сегодня. Так, и, да, эта встреча у меня вторая. Компания Афорекс, я был в апреле этого года, мы провели просто обалденно, замечательную фрилайв-беседу, которая вызвала массу улыбок, позитива. Интересующих вопросов, поговорили о жизни, не список, я бы сказал, концепт, который интересует всех наших инвесторов, когда, так называемые, девавые продукты, где человек с минимальными рисками может получить вот в него заработок, естественно, или партнерскую часть, на змеи. И вот, как говорится, моими устами, да, лучше Бога, компания создала этот замечательный продукт, портфельный структурированный продукт, где работает несколько ПАМ-управляющих. И моя, как раз, цель визита, узнать об этом продукте, именно в живом виде, а не просто записываться на сайте, на моем, на сайте компании, именно в живом виде рассказе. Скажите, пожалуйста, о этом новом продукте, идее о создании и, собственно, самая цель. Я вас понял. Собственно, ПАМ-портфели – это более прогрессивное решение, которое сейчас касается ПАМ-сервиса. Если раньше у нас были отдельные стратегии, которые позволяли инвесторам выбирать конкретно отдельную управляющую инвестору этого средства, мы столкнулись с определенного рода недостатком знаний в плане квалифицированного отбора этих стратегий. Поэтому совершенно оправданным был подход упростить процедуру выбора и, собственно, даже, в какой-то мере, автоматизировать его, которые готовы к решению, которые, собственно, являются портфелями от Афокуса. Если вы посмотрите структуру этих портфелей, вы поймете, что каждый портфель – это набор определенных стратегий и, честно говоря, лучших стратегий, которые в основном в нашем ПАМ-рейтинге. Каждый портфель несет смысловую нагрузку буквально в названии, он позволяет сразу оценить потенциальные риски, оценить все преимущества, работать именно с ним. То есть инвестору достаточно взглядом посмотреть на его структуру и понять, какой портфель может упустить просадку, на какую дополнительность он может рассчитывать, и при этом быть абсолютно уверены в том, что это отличное инвестиционное решение, которое, по сути, подготовлено к компании Афокуса, которая позволяет прямо сейчас инвестировать и извлекать соответствующую выгоду, потому что набор стратегий действительно очень неплох. Отсюда, соответственно, определяем цели инвестора, смотрим те структуры портфелей, которые уже есть, ориентируемся на конкретные показатели и делаем конкретный вывод. Есть три портфеля сейчас – это оптимальный, сбалансированный, консервативный и еще высокорискованный. Это, конечно же, для тех, кто готов идти на более высокие риски. Ну и, как показывает практика, эти высокие риски окупаются гораздо более серьезной доходностью, которая интересует больше многих, а нежели потенциальные риски. Поэтому уверены, что эти портфели придутся по душе, особенно тем инвесторам, которые не хотят заморачиваться на первом этапе инвестирования, хотят изъявить выбор, тем более, что в этом выборе помогает сама компания Афокуса. Замечательно. А почему именно по семь управляющих? Восемь? Я не сказал просто, что там везде есть семь, там просто есть конкретная структура. Где-то больше, где-то меньше. Но, учитывая то, что у нас рейки, несмотря на то, что мы работаем в рамках компансериса уже практически год, все-таки, как показывает практика, не все управляющие могут похвастаться хорошим результатом. Поэтому нам приходится выбирать лучших из того, что есть. И как раз, учитывая то, что мы сейчас сделали три портфели, это как раз отражает возможности в рамках нашей компании создать как раз три готовых инвестиционных продукта, готовых решения в купе с участием управляющих от этого представления. Так, теперь перейдем к финансовой части. А сколько я знаю, там комиссия трейдеров 15% от прибыли. То есть, не 50% от прибыли, а привычных? Безусловно, да. Это, скорее всего, можно даже обозначить это условие как главное комплиментное преимущество. Потому что, если ПАМ на портфеле есть у многих других брокеров, то никто из других брокеров не может похвастаться такой незначительной комиссией. По сути, это ничто по сравнению с той доходностью, которую могут показать эти портфели. И зачастую инвесторы, которые ориентируются на работу с ПАМ-сервисом, влиятельно на то, что работа с портфелем в свою незначительную комиссию, она создает условия дополнительного положительного решения в пользу инвестированиями. А сейчас связано, вы были немного в пыли скидкой? Ну, это, скажем, традиционный маркетинг-выход. Я думаю, что это более-менее нормально стоит для того, чтобы, скажем, определить адекватный сценарий инвестирования в портфеле. Чуть в том, что портфель – это не одна стратегия, не две, а несколько. Поэтому, все-таки, это минимум, на что нужно прекратить с самого начала, чтобы подготовить это решение. А, вернее, вернее. И теперь пришел по самим управляющим. Оговаривается ли с управляющим максимально разрешенной посадкой в портфеле? Я думаю, что оговаривать с управляющим один из критериев, собственно, его торговли – это не совсем правильно. Потому что мы имеем право это делать, а, во-вторых, управляющий не может заведомо предосветить потенциальный риск, который будет уходить сюда. Сегодня посадка может быть одна, завтра другая. В то же время, со своей стороны, мы всегда следим за структурой портфеля и, в случае чего, готовы внести конструктивный вклад в плане изменения потенциальных рисков, которые облажаются в инвестировании. Я имею в виду, если стратегия, которая раньше летала в основу портфеля и характеризовалась определенным процентом просадки, если управляющий, начиная с долгопотреблять рисками, соответственно, он пересматривает его в инвестировании. Вот, а со самых пустых злопотреблять рисков, как это? Ну, я, конечно… На пальцах и не технических характеристик можно… Можно. На самом деле, все очень просто. Если посмотреть, собственно, те стратегии, которые были в основном портфеле, можно будет увидеть, что там присутствуют стратегии, управляющие с разной степенью рисков и просадок. То есть, если взять максимальный показатель, то это 35-37%. Конечно же, основная левиная часть стратегии с меньшей просадкой максимальной. Если окажется так, что на определенном этапе стратегия, собственно говоря, сам управляющий допускать более критическую просадку, допустим, уходит за 50-60%, Соответственно, эта стратегия несет очень серьезные риски для состава инструкции самого портфеля. Если она несет существенные риски, значит, по сути, под угрозой становятся деньги наших инвесторов. Мы обязаны защищать интересы наших инвесторов и обязаны присутствовать инструкцию портфеля. Поэтому, думаю, в этой связи у нас будет весьма конструктивный разговор с управляющим. Если он хочет остаться в составе портфеля, он должен присмотреть свою практику и торговлю в плане инвестирования. Если управляющий после этого игнорирует наши предложения, наши рекомендации, то, соответственно, он просто выходит из состава портфеля и замещается тем управляющим, который все-таки руководствуется адекватной моделью подходит торговой и не отпускает бюджетских листов. Хорошо. Теперь вернемся к инвестиционной финансовой стороне этого вопроса. В том числе инвестор завезли средства, завезли на портфеле. И теперь, что может ожидать инвестор в плане… Вот, допустим, в первую очередь я знаю об исчислении прибыли. Совершенно. Он эту прибыль как? Может вывести или найдет 100% инвест? Как данный выбор? Он находится целиком, скажем, за позиции самого инвестора. Это, собственно, как в рамках текущего сервиса. Он принимает решение либо оставить прибыль в рамках стратегии в рамках своего портфеля, либо, если он не хочет инвестировать в прибыль обратном портфеле, это та часть вероходности, которая будет каждое первое число… Примерно на нокаутку шляется? Совершенно верно. Каждое первое число будет обмануть на его кошель. Так, понятное дело, что рекомендуемый срок инвестиций – это не менее полгода. Но все же бывают такие вот вещи, что инвестор вложил, и тут бах у него там 7-5 недель, он в дело хочет, не знаю, вернуть паровозик обратно. То есть, какой минимальный, так называемый, срок инвестиций технически возможен в данный паровоз? На самом деле, тут вопрос нужно несколько понять с моей стороны. Речь идет о том, что инвестор хочет вывести деньги, и сколько это может вывести деньги. Или регимендация… Спортфеля? Спортфеля и ЦС-2? Если возникает необходимость средств, и, соответственно, их изъять из портфеля, инвестор всегда это может сверху. А, у меня. То есть, то есть, само походу каких-то таких? Да. Только в этом случае мы, собственно, раз уж пошли на встречу инвесторам и предложили вам такую комиссию, мы значительно 15% от доходности, то есть, управляемость от возможности управлять средствами инвесторов. Соответственно, мы что-то должны были сделать или управляющим, поскольку они нам предоставили возможности работать с их стратегиями, получим небольшой статус. Что касается управляющих, мы им на первом этапе дали свой рода гарантии того, что инвесторы, если прикипляются к данному портфелю, в составе которого находится стратегия данных управляющих, управляющий может рассчитывать на то, что средства будут выведены только в том случае, если инвестор захочет отрепиться в портфеле. Это справедливое условие, которое позволяет управляющему контролировать риск. Он знает, что инвестор, который вложил, допустим, 5 тысяч долларов, из-за того, что ему захотелось вечером сходить в Кут, он сможет изъять оттуда 2 тысяч долларов. Такое, скажем, ограничение действует на первом этапе. Дальше мы, конечно же, будем развивать сервис и делать его более пикным для инвесторов. То есть, соответственно, в ближайшее время, я думаю, что, может быть, уже в следующем месяце, инвестор сможет изъять оттуда 6. Да. И такой вот еще вопрос. То есть, инвестор, допустим, полгода от инвестора платил, и, понятное дело, что первого числа у нас меньше, если где вы вводите, а с остальным не будет вводить, там, 20-го, 20-го, там, 30-го, 15-го. А хвостик, потом вставшийся в месяц, он будет идти за счет к инвестору или нет? А в следующем первом числе? Если на текущий расчетный период отрицательный инсультант, я не совсем понял. Ну, например, я грызу полгода, захотел в 15-го мурия вывести средства. Естественно, в 15-го мурия было бы, они работали. Я отзаказывал средства, получается, все нормально, но работать на 15-го мурия будет зависимой. Да, точно. И этот профит будет, в первом форме, начислен на ЗЗЗ. А вы имеете в виду этот отрезок, да? Да, да, да. Конечно же, мы обрабатываем заявки и, естественно, контролируем состояние каких-то инвесторов. Обязательно. Это всегда. Так, вот так. Теперь, вот вывод средств. Естественно, у вас несколько платежных систем присутствуют, естественно, у инвесторов, у нас место за диванами, за головами. Они начинают делать логичные, простые действия. Обмен. Куплю-ка я на решетке перфектов побольше. Загружают 100 баксов перфектов, 10 тысяч долларов банков, и делают заявку на вывод на 10 тысяч долларов перфектов. Вы такие фишки так, отслеживаете, не отслеживаете. То есть, как ограничиваются, обливают финансовые деятельства, касающиеся именно непосредственно инвесторов. Да, у нас, в любом случае, работа происходит, потому-таки, честно, образование с клиентами, когда поступают заявки налога средств, когда наша майка РИК, собственно, безусловно, связывается с клиентами. Это, в первую очередь, на утверждение того, что у тебя были подлинные измерения. У другой стороны, у нас, в принципе, нет никаких ограничений на налоговые средства, в соответствии с тех средствами, которые используются на 4 тысяч долларов. Ну, имеется в виду, что инвестор, он может запустить в банк, много банков провизит, а заказать... Ну, в коем случае, мы это не будем делать, это связано только с одной причиной, что мы не будем делать вывод только от тех визитов, с которыми... Совершенно верно. Человек столько визитов сделает, значит, будет компарционально сделано. А, компарционально. Это будет автоматически рассчитываться, или это... Автоматически. Автоматически. В кабинете он увидит, что вы сделаны визит с визом, можете свободно визит с визом. Наталья, вот так, Наталья, вот так, сейчас у нас такая возможность пересмотрим, а она сейчас развивается, и дальше... Если напутали, что вы имеете в виду, мы потратили. Да. То есть, сначала, это не со стороны инвесторов, не инвесторов, просто клиент, наша компания, он не видит эту информацию. Но, может, что вы получите в виду, у вас присутствует, и, конечно же, проводились все груды в каких-то вопросах в той же группе. Хорошо. Хорошо. Сейчас новая модная фишка такая пошла, как это выпуск, обширный карточек. Например, вот, сервис такой, Timmy, Mises, типа, вы, у вас, будет что-то наподобие такого, что вы выпустите свои фирменные карты, там, Forrest, для своих клиентов, например, Министерства, в России страны, которые сейчас делают эти карточки, смайся, продавали, и люди, не боясь, у меня, обоих, делишься, средства, тратить их в отличный мир. Давайте, Олег Янов, на отличный вопрос, с вашего позволения. У нас, безусловно, стоит в план такой проект предоставление клиентам получения карточек с нашей стороны, которые будут позволять им, так сказать, анонимно работать с нашей компанией. чтобы не являться здесь налоговыми агентами, не плачусь этому налогу. Такой проект в план компании стоит. Будет ли компания Майрис, я сомневаюсь, в целом, кто это понимает, что это выривающая организация. На рынке присутствует ряд других альтернатив, которые также имеют аналогичное предложение Пионер. Да, безусловно, то же самое Пионер, например. мы сейчас как раз имеем переговоры с рядом подобных компаний, и я уверен, что в ближайшее время эта ситуация уже пояснится. Это будет брендированная карта, получается? Ну, мы планируем сделать именно так, что это будет блокад, что это будет кооперативную бендерную карту. Да. Как это будет выглядеть конечно, мы пока сказать не можем, потому что это стоит писать в славу, но такие карточки у нас уже в нашем точек плане в рамках этой компании. Эта задача стоит. Замечательно. Так, поехали дальше. Как говорится, поговорили о возможности, а сейчас поговорим о реальности. Я один из первых мест, кто положился в консервативную на 6 пакет, пакетом на 1000 долларов. За мной присылал несколько десятков человек. Они тоже привезли за собой несколько десятков человек на сцену SkyChat. Но получилось что-то, что мы надеялись ждать. Расскажите, что случилось? К сожалению, в этом портфеле было насчетано слабое звено. Думаю, что, наверное, будет неуместно называть статьи или это принято. Но сейчас у нас скроют нечего. Это для консервативного портфеля. Скроют нечего, конечно, действительно. Тем более, что все инвесторы, которые сейчас находятся в рамках консервативного портфеля, они берут этот состав. Речь идет о стратегии лэйзи, если отдельно зайдем по Аксирису посмотреть ее доходности этой стратегии. Конечно же, можно будет увидеть то, что управляющий оступился по всей упыточной сделке, по потенциальной риске. Но я не думаю, что это, скажем, враженная ситуация сейчас, потому что управляющий не стал держать сделки до точки невозвлада. Он фактически закрыл результат, который был достигнут. И сейчас последний раз, когда я смотрел результаты торговли этой стратегией, собственно, никаких позиций нет. Может быть, управляющий взял паузу для того, чтобы переосмыслить свой торговли момент, где он допустил ошибку. В любом случае, я хочу сказать, что риски там по-прежнему контролируемы. Управляющий просто потерял часть доходностей, которые он достиг тогда. А вообще, говорю, что стратегия уже едва обосновывалась в портфеле, неспроста же, а потому что управляющий действительно показывает хорошие результаты. Я уверен, что в ближайшее время он сможет реабилитироваться перед своими инвесторами, которые у нас же положились в состав его стратегии через портфель. И ситуация выплится. Тем более, что консервативный все-таки, как ни крути, но отличается самыми незначительными рисками по сравнению с другими портфелями. Сейчас очень трудно проводить параллели, говорить о том, что есть агрессивный портфель, который сейчас показывает доходность, консервативный, который показывает отрицательный результат. Давайте дождемся более растянутой перспективы, по крайней мере, в рамках 5-6 месяцев. А уже потом будем делать конкретный вывод. не знаю, говорить о том, что мы потропились с обманатом до портфелями. Ну, это в коем случае. Конечно, с обманацией ходит уже такая надпайка, что форекс создал свой портфель. Нет, что касается состава портфеля, там, еще раз повторюсь, могут быть, скажем, слабые, звень. Но это никак не может влиять и сказываться на работоспособности в свою серию. Мы сейчас сказали по обладному управляющему, а там же в семье, сколько смотрел, почти не все. в лейсе, потому что самый, скажем, нестабильный результат показывал после запуска как раз показал стратегию. Не совсем так. Все управляющие работали по одной стратегии, здесь получали новости с одного источника, кстати, это не знаковое решение так не было. Эти пациенты не самоказали. Нет, ну, вряд ли есть такая какая-то связь, руляет, что ее точники. Просто могло казаться так, что они торгуют наиболее, скажем, типичными финансовыми инструментами и, может быть, действительно принимали решение относительно покупки или продажи в какое-то время. Но это никак не может вывести на какую-то систему и говорить о том, что между управляющими справляющими справляющими переговорами по получению от такого каких-то переговоров в религии соправляющих, то опять же мы слишком мало делаем выводы, потому что портфель и сервис только запущен. Да, он оказался, скажем, первый блин полный со стороны управляющих. Но этот управляющий еще не выпал из нашего депутата. Если посмотреть его результаты, он далеко не загнался до, скажем, в худшие результаты, которые могут показывать протеку. Я думаю, что он просто совершил ошибку, но если осуждать так, ошибку могут совершить даже самые лучшие управляющие. Предлагаю, опять же, не забегать вперед, дать ему возможность собраться с силами, реабилитироваться, восстановиться и ни в коем случае не критиковать и, скажем, не осуждать его за деятельность, потому что все мыслящие машины. Хорошо. Теперь будет здесь вот вопрос по интерьеру в самой интересной части. В самой интересной части говорил один умный человек лучше найти 100 человек, который бы не единичек делать, чем делать все равно на 100%. Партнеры. Вот. Собственно, что ждать людей, которые работают по партнерке с новым портфелем продуктов? В первую очередь, стоит отметить, что те партнеры, которые хотят привлекать инвесторов на наш продукт именно по портфелям, у них уже есть такая возможность. В данном случае они будут зарабатывать с торгового оборота, который будет реализован на счетах привлеченных инвесторов. В ближайшее время мы планируем реализовать систему, которая позволит зарабатывать часть комиссии управляющего и перевести это в некий комплексный продукт, который позволит по нажатию всего лишь одной кнопки подключиться к тому или иному портфелю, который партнер считает наиболее интересным. Поэтому мы также сейчас работаем в этом направлении и уверен, что в ближайшее время мы уже порадуем этими изменениями всех наших партнеров. мы все привыкли видеть более простым языком не трейдерским. То есть слово «стрейд» это аморфное для нас ничего не значит. Мы привыкли слышать слово «доход», «процент», то бишь какой-то процент с дохода. Будет переделан например какой-то «н» процент дохода с привлеченным инвестором в эту проценту. Чтобы партнер смог хотя бы споргнозировать при таком-то среднем результате зная оборот своих партнеров такой доход он может получить. Потому что если сейчас сплет, слово сплет оно ничего не говорит и моим партнерам этот момент не просили. Как раз с Артемом на днях обсуждали этот момент и для общего понимания подобных партнеров решили упростить систему их расчетов. Мы планируем ввести в общий рейтинг управляющих показатель как средний оборот с 1 000 привлеченных инвестиций. Соответственно таким образом партнер сможет спрогнозировать свой доход и высчитать какие-то примерные цифры, которые может выйти спустя определенный период времени. Второй момент как я уже говорил ранее мы планируем ввести дополнительную возможность дохода это часть комиссии управляющих с прибыльным сделок. Таким образом партнеры будут видеть средний доход управляющего за 1 месяц перемножить на количество месяцев которые планируют работать по данному направлению и получить ориентировочную сумму своего потенциального дохода. в этом направлении тоже работаем. На самом деле спред здесь не стоит опасаться. Я понимаю, что диванные инвесторы привыкли к несколько другому порядку расчетов. Но мы всецело убеждены, что делиться с партнерами именно частью спреда это самый верный путь. потому это и других способов делиться с партнерами какой-то другой составляющей будь то процент от прибыли либо инвестора или управляющего будь то процент от первой компании это не совсем уместно. Это изначально неправильная мотивация и я считаю, что такая система является абсолютно честной прозрачной объективной и допустим за рубежом это уже давно практика давно стандартры но я уверен, что поработать с нами партнеры поймут, что это просто это прозрачно и это достаточно легко спрогнозировать Главное иметь какие-то значения это штука не то, в которой работают флюс на рубин заключается место получить прославку а партнеры получили архив в этом плане опять-таки такие вопросы задают как мы на них отвечаем здесь стоит понимать что управляющий получает часть от торгового оборота он напрямую заинтересован чтобы его стратегия показывалась если произойдет торг инвестиций и не будет притока новых инвестиций то не будет средств которые будут обеспечивать ему тот торговый оборот который позволяет ему стабильную зарабатывать это тоже стоит учитывать поэтому я считаю что здесь общий интерес как партнера составляющего это идет отрицательная сделка есть безусловно да и партнер получает в сервисе какой-то процент неважно куда то ли вверх или не если это так безусловно это верно но мы считаем почему это правильно потому что компания в тот же момент тоже получала и заработала на торговом проводе это заработок брокерской компании мы получаем часть этого конечно и партнеры получают часть этого заработка пока партнеры не нужны действительно правильно в правильной мотивации то но я уверен что в ближайшее время мы к этому придем так еще вопрос уже по партнеру нам все понятно вы обе средств поговорили у вас был сервис фактически год назад он очень сильно развивался буквально паровозами его тащили у него в сервере сейчас мы от него отказались решили на 10 тысяч минимум а потом пых все не стало что происходит у меня у нас парформа миру трейдеров все знают что это старание ресурсов но не наша разработка это платформа компании трейдерс в принципе все все и в принципе все данная платформа строилась на платформе на компании интерпорт то есть большинство информации черпалось именно на интерпорт и большинство которые были управляющим большую часть линии все это базировалось именно на этой платформе компания интерпорт пару лет назад объявила услышание о том что она больше не будет работать со стороны организациями будет отдавать собственные сервисы и в то же время была в принципе прекращена деятельность всех самих ресурсов типа зум трейдер микротрейд и так далее и данная платформа вынуждена были идти на другие платформы и базироваться уже там естественно какое-то количество клиентов потерялось какое-то количество пассажков потерялось было большое количество изменений наша компания у нас получалась поддерживать в дальнейшем способе данной платформы только в связи с тем что наша платформа литра 4 от компании литра 4 относилась на старую сборку т.е. мы не обновляли ее именно по той причине чтобы позволить нашим клиентам в работе данной платформы но в связи с сложившей ситуацией обращение от компании литра 4 потому что мы обязаны обновить и поставить новый днём с новым днём невозможно поработать работоспособность платформы отреда только в связи с этим мы должны превратить работу и с этой зимой мы активно пытались найти замену активно достигли различные платформы но в связи с этим мы не не только с этим мы перелетили наши приоритеты и все по сути да хотя в начале все равно хотели сделать и в целом все вопросы были заданы получены основные ответы необходимые для регионов гарантии инвесторов и партнерщиков соответственно ваши пожелания на простой смертный ресурсников слишком идеи что вы хотите хорошенько сказать и желать господа форекс когда это получится то что мы все способны материализовать все пожелания поэтому если мы приходим и заранее закладываем потенциальные ожидания все получится тем более что усилия в том числе на уровне ожидания будут вознаграждаться поэтому дерзайте вкладывайте инвестируйте и будьте уверены в том что что с вами тоже присоединяюсь с вами Артем одно что инвестиции это не только гарантийные находки это возможно риск поэтому не стоит забывать риски работаете то если вы соглашаетесь с нами то это бояться не нужно это просто нужно учитывать и работать риск в нашей последней жизни присутствует у каждого из нас тем не менее мы все равно совершаем какие-то шаги движемся дальше вперед мы не просто вообще не станем на лице здесь то же самое поэтому нужно просто называть риски я со своей стороны присоединяюсь к желанию моих коллег хочу сказать что как видите компания у нас достаточно прозрачная и если у вас есть пожелание пообщаться с нами лично вы всегда это можете сделать посредством тех контактов которые указаны на сайте мы всегда будем ответить на ваши вопросы и пояснить характер работы всех наших продуктов в целом большое спасибо спасибо